В госсовете давно не было таких высоких гостей. Чемпионы России, Волков и компания в здании правительства уже сами могут проводить экскурсии. Дорожка протоптана не один год. В этот раз поводом для визита послужила предсезонная пресс-конференция. Вспомнили прошлое и поговорили о будущем. Минувший сезон стал самым успешным в истории клуба. Вдобавок сразу восемь представителей Татарстана помогли российской сборной завоевать золото на Олимпийских играх. В стартующем игровом году планку снижать не намерены. Руководству зенитчиков не только удалось сохранить всех лидеров, но и провести масштабную транспортную кампанию. В межсезонье белосиную игровую форму примерили Мэтью Андерсон, Игорь Колодинский и Александр Абросимов. Последний не только успел поиграть в спортивной столице России, но и обзавелся здесь семьей. И я еще раз напоминаю о том, что против нас, против вас, вот как раз с удовольствием будут играть все. Можно кому угодно, а вот обыграть чемпиона, для них это может чемпионат провалить, а вот Татарстан обыграть, Казань обыграть, для них это великое счастье. Готовьтесь к тому, что с вами будут играть на полную катушку. Увидеть игры на полную катушку сможет каждый желающий. С этого сезона домашние встречи команды будут выкладывать во всемирную сеть и транслировать одна из региональных телекомпаний. А первоофициальный матч покажут на общедоступном «Россия-2». Такое внимание профильного канала не случайно. В дебютной встрече чемпионы России могут пополнить и без того богатую коллекцию титулов в Суперкубке страны и положить начало очередному успешному сезону. Все условия, которые вы говорите тренеру, тренер стоит перед нами, мы его выполняем, да и перевыполняем, честно говоря. Проблемы, ну я думаю одно, это бывает, учитывая ваш возраст, не заболеть бы вам звездными болезнями. Я сейчас такое мероприятие, я стою проведу. У нас есть ответный ход. Это золотая медаль Лиги чемпионов и команды. Золото для Фарида Мухамедшина и приз самому ценному игроку Суперлиги Максиму Михайлову. Новоиспеченный капитан признан лучшим, по мнению спортивных журналистов страны. Ждут подарки от самого Диагонального. В регионах видеть олимпийских чемпионов хотят не только по телевизору. График надо сделать и не чурайтесь, пожалуйста, приедьте в Набережные Челны, приедьте в Альметьевс. Там хорошие волейбольные спортзалы, хорошие волейбольные команды. А вот они ждут там и Макса ждут, и второго, и третьего, там Апаликова. Кто у вас в команде самый веселый игрок? Все честно говоря, у меня вся команда клоуна. Шутки, шутки. С этой шутки началась традиционная встреча болельщиков и игроков. В десятке вопросов импровизированные пресс-конференции не смутили чемпионов России. Поклонники волейбола спрашивали буквально обо всем. Общий рост команды 28 метров. Черемисин мечтал стать трактористом и подслушивает музыку Абмачаева. У дочки Абросимова собственный волейбольный тренер, разумеется, сам Александр. А сицилиец Вермилью родной пасти предпочитает Эшпичмак и Элеш. Все эти факты могли стать заголовками ежедневных газет, но команда без утайки огласила то, что долгое время скрывалось от спортивной общественности. А Владимир Олеговна пошел еще дальше и сделал совсем уж неожиданное обещание женской аудитории. В общем, двое неженатых. Смотрите, два плейбоя. Я хочу объявить конкурс. Девушки, те, кто будет больше приходить на наши матчи, будет больше болеть, я вам обещаю, два телефона я выкачу вам. Восемь первых и смелых болельщиков получили памятные сувениры. А за самый интересный вопрос студентке Полине Малышевой подарили мяч с автографами всей команды. И аплодисменты! Надо знать чемпионов, надо знать спортсменов лицо и надо все-таки знать, какой у них характер, мне кажется. Это очень влияет на сам процесс. Понятно, что после таких встреч все люди будут смотреть игры. Легче болеть становится. Взять автограф и сделать фото на память смог каждый желающий. После официальной части болельщики еще долго не выпускали кумиров из плотного кольца. Впрочем, вечерняя тренировка, как удалось узнать, состоялась вовремя. Легче «Э Patter». Продолжение следует...